Всем привет! Я Монстровед! Чтобы достать экземпляр этого дракона, мне пришлось спуститься в батискафе в лаву вулкана. Встречайте, Эраптодон! Но чтобы вытащить этот экземпляр из лавы, мне понадобился вертолет. Его длина 24 метра, а весит он... Ого-го! Когда я его рисовал, вы, наверное, заметили, что он весь покрыт кругляшками. Может быть, они где-то не очень ровные, но это кругляшки. Эта чешуя смешивается с застывшими кусочками лавы. Но так как он ест лаву, то через кожу, через чешую просвечивает лава, которая внутри него. Это выглядит очень эпично. Я до сих пор восторгаюсь, и у меня вопрос немой застыл. Как же он ест лаву? А если лава немного застыла, то он сможет ее есть или нет? Может быть, когда я поразмыслю над этим вопросом, я предоставлю вам внутренности этого дракона. Конечно же, объяснять цвет этого дракона не надо, потому что мы только что обсудили, из чего состоит его чешуя. А еще у него находятся булавы на сгибе крыла. Я, конечно, не понимаю, зачем это. Но он летает, а когда он на земле, он будет вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. И все, кто басит крыльями. Класс у него такой же, как у шепота смерти, вопля смерти, лаврыга и землетряса. Камнеедов. Этот дракон не стал заморачиваться. Другие драконы-камнееды, как, например, лаворык и громмель, они поедают камни, разогревают внутри себя в лаву и изрыгивают. А этот не заморачивается. Он прямо поедает лаву, и ему даже не приходится ее разогревать. Единственная слабость, которая известна у этого дракона, это драконий корень. Но, так как он живет в вулкане, то пока еще неизвестны другие его слабости. А вдруг он боится воды? Интересно, что будет, если на него вылить бадью воды? Он зашипит, остынет и потрескается, что ли? Единственный его залп – это лавовые шары, которые взрываются при ударе о поверхность. И напоследок совет от монстроведа. Первый совет. Если вы хотите его завести, то вам будет очень проблемно его кормить, потому что он питается лавой. Так что лучше сразу завести и громмели, который будет есть камни, вырыгивать лаву, тот будет ее поедать и есть от отходы. Только никогда не запаздывайте с питанием, потому что если он голоден, он будет прорываться через вулкан или что ли то ни было и поедать все, пока вулкан не извержится, а все не сломается. И второй совет. Если вы хотите их разводить, то у вас ничего не получится, потому что они несут одно яйцо за всю жизнь. И это, наверное, только самки. На этом все. Ставьте монстровайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и делитесь видео с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok